Азербайджанский блогер Томада, турко-греко-курдского происхождения с иранским именем и армянским псевдонимом, от которого не столько в восторге сами азербайджанцы, сколько армяне. Молодец этот блогер. Умом особо не блещет, зато является хорошим зеркалом для армянских дебилоидов, восторгающихся тем, как он их троллит, и идут к нему на связь поплакать в жилетку о наболевшем. О Баку, о жвачке, лавис, короче говоря, о молодости. Но есть и молодые, не очень блещущие умом армяне. Что ж, подобное притягивает, как говорится, подобное. Это их дело. Я не об этом хотел сказать. Так вот, этот блогер Томада задался вопросом. В Дагестане единственное село, которое основали армяне в конце 18 века и где живут в основном только армяне. Это село Карабаглы, основанное армянами из Карабаха. Армяне, среди вас есть умные люди, которые смогли бы объяснить, почему они назвали село Карабаглы, а не Арцахлы? Если Карабах был Арцахом, а не Карабахом. Вот такой вопрос он оставил. Что ж, я не претендую быть самым умным армянином, но я отвечу. Во всяком случае, потому что умные армяне заняты наукой и на вопросы тиктокеров отвечать не станут. Правильно, думаю, они в принципе и делают. А если кто-то еще и сомневается, есть ли умные армяне, то поспешу заметить, что мне жаль, что ваш зомби-мозг занят только тупорылыми армянами, коих вы приглашаете себе на канал в качестве собеседников. А на умных армян внимания не обращаете или душка не хватает. Ни душка, ни мозгов. Вы не только выигрывать достойно не умеете, обязательно для этого вам нужна подмога в виде турок или денег, если нет рядом турок. Но вы проигрывать достойно не умеете. В том же спорте, где над вами откровенно уже смеются. Несколько лет назад ваш спортсмен назад присел во время исполнения гимна Армении. А в этом году, так и вовсе на потеху всему миру, во время исполнения армянского гимна, ваш спортсмен, занявший третье место, встал на носочки, чтобы свой флаг выглядел выше армянского, и это под армянский гимн. Так и простоял весь гимн на носочках Аки Болерон. В таких случаях нужно каблуки надевать, чтобы не мучиться. Я тут поговорил с Сергеем Зверевым, он обещал подарить некоторым вашим спортсменам туфли на каблуках. Некоторым спортсменам, у кого мозги пропитаны пропагандой. Уверен, что не у всех так. В общем, Зверев согласился, сказал, что обязательно подарит страстным азербайджанским парням, носящимся с бутылкой. Теперь серьезно и вернемся к теме. Там у вас Тамада сказал такое, мол, есть ли у вас, у армян ученые. Отвечаю, они не только есть, но и всегда были. И армян хоть в три раза по численности меньше ваших, а ученых зато в 10 раз больше. Я уж не буду армян ученых Армении, России, Франции и других стран перечислять. Загляните хотя бы на ученых Соединенных Штатов Америки списки и посмотрите, сколько их. Огромный список в разделе википедическом. Почитайте о них. Ничего не имею против других народов, но армяне единственный народ Кавказа и Закавказья, которые опережают по ученым. Также среди них армян два лауреата Нобелевской премии Дорк Саагян и Альберт Потапутян. А у вас сколько? Также имеются четыре кандидата, лауреаты Нобелевской премии. А у вас? А еще единственный живущий на земле ученый, чьим именем назван 118 элемент в таблице Менделеева, Юрий Аганесян и элемент Аганессон. А у вас? Кстати, мне интересно было бы знать, как выглядит вообще таблица Менделеева в кабинетах химии в азербайджанских школах. К тому же взгляните на карту первых армянских типографий по миру. Посмотрите на города и годы оснований этих типографий. А теперь покажите вы карту. Ладно, типографии. Этого вы все равно не покажете. Хоть карту своих базаров покажите, где разных там вот этих же годов и столетий. У вас сын грузинки и татарина Бакиханов является основоположником азербайджанской историографии. Это 19 век. А у армян Алюмп. Это первый век. И историография писалась и сохранена на протяжении всех последующих столетий до наших дней десятками ученых. Давида Монахтам, Егише, Моусесам Хоренаци, Проэрсим и так далее. Поэтому не сомневайтесь в армянских ученых. Плодите своих. Плод это не только помидор. Плодами еще бывают продукты мозгов. Теперь про Карабаглы и я вам расскажу, как вы сами себя сдали своей больной башкой. Слушайте внимательно. В Дагестане действительно есть такое село недалеко от Кизляра, которое основано армянами из Карабаха в 1786 году. Выходцами из Карабаха. Это в конце 18 века. Одно только это уже развенчивает в пух и прах ваш тезис, что армяне в Карабахе никогда не жили, что армянами Карабах Россия заселила в середине 19 века. То есть армяне из Карабаха основали село Карабаглы в 1786 году. Из Карабаха. А вы говорите, что армян в Карабахе Россия заселила в 1828 году. После русско-турецкой войны. Понимаете, какая наитупейшая у вас пропаганда, распространяемая тамадами, вот этими вот. Теперь почему они назвали само это село Карабаглы, а не Арцахлы, как вы ставите вопрос. Ну, во-первых, хлы-млы это присуще неармянским топонимическим традициям. Во-вторых, потому что на это время, когда они переселялись, регион уже назывался Карабахом. Я напомню у кого с памятью проблемы. Историческое название Карабаха, Арцах, в качестве армянской области, это древние названия, о которых пишут все источники, независимые от армянских. Даже азербайджанские советские учебники, которые еще не были сфальсифицированы современными вашими авторами, они тоже указывают на Арцах. Далее, с 10 века, эта область стала называться Армянским Хаченским княжеством. Регион был разбит на армянские хаченские княжества, а не же меликства. Меликствами, наряду с княжеством, стали называться во время арабского вторжения. От арабского «малик» это и есть князь. И только с 15 века, когда персы стали заселять Хачен тюрками-шеитами, то есть вашими предками, Хачен стал называться Карабахом. Карабахом Низменным и Карабахом Нагорным. С 15 века. А Карабахлы в Дагестане основаны армянами, как вы понимаете, в 18 веке. То есть неудивительно, что они назвали село не Арцахом и не Хаченом, а Карабахлы. Потому что родину свою они покинули уже, когда она называлась Карабахом. Ведь эти армяне не знали, что в 21 веке ряд идиотов будут задаваться вопросом, почему не Арцахлы, а Карабаглы. Вот, например, в Турции есть такой город Шан-Луурфа. На протяжении веков этот город был армянским и назывался Эдессой. Он вообще был столицей Асраены. Потомки этой самой Эдессы, после взятия города турками, нынче живут в Ставропольском крае России. А село это, значит, называют Эдессией в честь города своих предков. Уверен, если бы они покинули город, когда он уже назывался Шан-Луурфа, то эдессийцы и село бы так свое назвали. Но они знают город как Эдесса. Отсюда и село Эдессия. Остается только ответить на вопрос, что заставило Карабаглинцев покинуть Карабах и поселиться в Дагестане. И тут тоже все просто. Турецко-Персидская война 1875-76 годы. В то время Карабах, как я выше сказал, был территорией Персии. Армяне Карабаха, граждане Персидской империи, были на стороне Персии. Многие мужчины перевезли свои семьи в Кизляр, в безопасный от Осман регион, а сами остались воевать. В той войне героически проявил себя на стороне Персии отец начальника штаба Персидской империи, генерала Мартироса Давидханяна Аршалусь Давидханян, сохранивший в составе Персии Шуши, кстати говоря. Когда война подошла к концу, мужчины, чьи семьи находились в Кизляре, облюбовали эти места и основали недалеко село Карабаглы, где и живут до сих пор их потомки. Их, я бы сказал, даже славные потомки. Так что история – это не та наука, где место для Тамады. Конечно, и Тамада может быть историком, но не дурак и фальсификатор. Увидимся!